здравствуйте друзья на телеканале гродно плюс как всегда в это время званый гость и я хочу познакомить вас с человеком с которым знаком давно сам лично я которую очень уважаю за творчеством которого я слежу ну а поводом для нашей встречи стало то что вот на днях президент республики беларусь вручил почетный знак заслуженного деятеля культуры республики беларусь мои гости известнейшему преподавателю хореографии гронинского колледжа искусству и художественному руководителю заслуженного любительского коллектива республики беларусь городинские коронки вот этот коллектив вот танцевальный коллектив который уже много поколений сменил в себе но остается по-прежнему брендом нашей области нашего края гоприниманского так как и белые росы белые росы это профессиональный коллектив а из высших коронок никого у нас нет и наталья павловна прахневич художественный руководитель и я искренне и сердечно поздравляю вас с этой вот заслуженной наградой с тем что на нашей гронинской земле стало еще на одного деятеля культуры заслуженного деятеля культуры больше как вообще волнительно было наталья павловна но вы знаете я честно говоря знала что ожидается такое награждение потому что были поданы документы но я об этом не задумывалась работала и работала и в отпуске 6 августа мне позвонили с министерства культуры вот после коллегии и сказали о том что я награждена вот таким высоким званием вот ну и потом уже приехала в грудно после отпуска и на педсовете 1 сентября наш директор будкевич вадим сергеевич вручил мне поздравительную телеграмму от министра культуры бориса светлова вот очень красивыми словами подарили мне роскошный букет белых роз вот я конечно сказала слова благодарности и это было приятно очень хотя я никогда не работала ради наград это было естественно ожидали что сам президент беларуси будет вручивать а дело в том что я уже не в первый раз встречаюсь с ним в 2008 году он мне вручал медаль франциска скорыны мы тогда получали вместе сергеечком владимиром михаловичем он орден я медаль вот это было в резиденции в круглом зале вот и я уже очень близко была возле президента чувствовала его энергетику и вот во второй раз это было здорово потому что он очень сильный человек и очень у него сильная аура вот передается людям когда он говорит когда он просто стоит поэтому было очень приятно да конечно волнительно но это хорошее было волнение а я и наверное весь культурный мир нашего принимания считаю что вы тот человек который заслужил своим титаническим своим бескорыстным трудом ежедневным трудом эту высокую награду поскольку коронки ну это это надо видеть это надо видеть и я предлагаю сейчас небольшой фрагмент выступление коронок посмотреть городинской коронки что с белорусского переводится гронинские кружева а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наталья Павловна, а сколько времени вы занимаетесь хореографией? Почему вы вот этот танец, который не просто не классический, а именно национальный фольклорный танец выбрали главным занятием жизни? Ну, вообще, наверное, с самого юного детства я занимаюсь хореографией. Я родилась в Брестской области, город Лунинец, и там ходила во дворец пионеров. У меня были очень хорошие учителя, профессиональные артисты, и поступила тогда еще в Кульпроцветучилище. Вот, это был выбор сразу. Я мечтала вообще быть балериной, но очень сложно было тогда жить в Ленинграде, тогда еще в те годы. Вот, родители не могли мне создать такие условия, но я мечтала о хореографии и поступила в Кульпроцветучилище в 69-м году. В Гродненске. В Гродненске, да. В 69-м году связано с Гродно, и только лишь пять лет у меня был разрыв на учебе в Петербурге. Пять лет. А так, верой и правдой, вот столько лет служу Гродно, колледжу, культуре и искусству. Но в Петербурге тоже вы хореографию занимаетесь? Конечно, да. Я окончила отделение именно хореографическое. Вот, это режиссура балета, вот, это преподаватели хореографии во всех, так сказать, номинациях, какие существуют в жанрах. Вот, и, конечно, там у меня были очень тоже высокие профессиональные учителя. Это были преподаватели старой русской балетной школы, которые танцевали еще в Мариинском театре. Представляете, как повезло? Ну, а вот все-таки классика, балет это классика, а вы выбрали фольклор. Фольклор, хореографию фольклора. Почему? И именно белорусскую? Ну, потому что я вообще сама очень живой человек, вот, и, естественно, я живу в Белоруссии, и я люблю национальную культуру белорусскую, равно как и другую культуру национальную. Но предпочтение, конечно, Белоруссии, белорусской культуре отдавалось, отдается всегда, вот. И это, по моему мнению, сегодня такой жанр, который сегодня востребован, очень востребован. И там, где мы бываем за границей, за рубежом, нас принимают на ура, понимаете? Вот. И кто, как не, мы должны его развивать и прославлять. Ну, а помните самый первый белорусский танец, который вы прозвучивали? Ну, пожалуй, это традиционные белорусские танцы. Лявониха, Бульба, Полька, Крыжачок. Вот эти танцы, это наша основная национальная кладезь, поэтому я думаю, что через эти танцы все проходят. Ну, проходит, то проходит, и сами танцы ведь меняются, и костюм меняется совершенно. Конечно, сегодня это совершенно другая разница. Вот, хотя кореография-то остается, но появляется отточенность, появляются другие краски, которые в ногу со временем должны соответствовать, безусловно. Мы не можем оставаться в тех 50-х, 60-х годах, когда и головной убор был другой, и костюм был в другом состоянии, и длины, и красок, и материалов, и так далее. Сегодня это все мощнее, ярче и богаче. Наталья Павловна, а кто помогает вам окунуться в мир фольклора? Ведь это целая область науки, которая, естественно, сегодня вспоминает все эти бабушкины, дедушкины традиции, и слава богу, что они живы. Кто помогает вам? Ну, во-первых, я же родилась в Беларуси, у меня очень творческая семья, у меня папа музыкант, скрипач профессиональный был, мама у меня очень хорошо пела, и у нас были семейные вечера, он вел оркестр народных инструментов, и я в этом купалась все время. Вот, и изучала тогда национальные танцы, а потом годы учебы, сразу прививалась, развивалась культура фольклора национальная в Кульпросветучилище. Мой педагог Красудовский Евгения Фоминишна, которая, в принципе, вела у меня тогда все дисциплины, вот нас приучили к этому, мы выезжали с творческими проектами по области, по деревням. У нас была такая дисциплина клубоведения, и мы проходили практику месячную, выезжая. И собирали фольклор. Да, и собирали фольклор, да, и потом на этой основе обрабатывали и делали танцы по дисциплине композиции, постановка танца, вот. Ну, и, конечно, это все время учеба, это формирование собственное, это литература, книги, вот. Вот, ну, это любовь, наконец, потому что, ну, только равнодушный человек может ничего не сделать. А неравнодушный человек, он все время неуемен, и я отношусь, наверное, к такой категории, я все время себя корю, что не так, что что-то не то, что не так, как бы хотелось. Хотя со стороны 100 говорят, ой, хорошо, да, здорово, но я недовольна с собой очень часто. Это редко, когда у меня бывает какая-то внутренняя гармония такая, вот. Поэтому, наверное, это дает какой-то рост, возможно, вот, формирование собственной личности. Ну, на своих учениках недовольство не срываете? Вы знаете, я сегодня 40 лет уже работая преподавателем, настолько имею огромный колоссальный педагогический опыт. И сравнивая вот с молодыми годами, я начала преподавать в 19 лет, меня оставили, как хорошую ученицу, сразу преподавать. В 19 лет мои ученики были старше меня. У меня был такой Ваня Ханько, ему был 21 год, а мне 19, представьте, вот, и 12 мальчиков в группе. И была дисциплина, и все было здорово. Но тогда я больше показывала, я больше как-то переживала, я тратила очень много энергии. Сегодня я настолько умудренная опытом, могу только сказать два слова, посмотреть и найти такие педагогические приемы, что результат еще лучше и выше, даже чем был. А сколько учеников прошло за эти годы? Ну, у меня более 300. Более 300. Более 300 учеников. Ну, время-то идет, кто-то из них остался в хореографии, танцует? Да, конечно. Очень многая часть ребят остается, работает. Это для нас большая радость. Меньше идут в другую профессию. В большей степени ребята служат терпсихоре, и именно у нас в Белоруссии. Ну, и пополняем, конечно, и Гродненскую область. У меня вот Мамай, Надя тогда, 47-я группа, у Рюкина Надежда Ивановна. Это моя ученица. Сегодня она... Лялечки знаменитые. Да, лялечки знаменитые. Детский ансаль в Абуке. Сегодня она вот радует так меня. Очень много ребят, которые танцуют в Белых Росах, в Таде, в Раде, в нашем театре танца цыганском, если говорить о наших коллективах. Минские коллективы – это «Хорошки», это государственные ансамбли танца Белоруссии, это ансамбль песни и танца свято, это БВО, Белорусский военный округ. Вот, то есть много... Везде ваши воспитанники? Да, учатся в Университете культуры и искусства. Вот, и кафедра хореографии очень благодарна за таких учеников и всегда грозно котируется там. Вот, конечно, это все вышло за рамки Белоруссии. Вот, у меня очень много учеников и в Европе сегодня преподает, имеет свои школы и прославляет белорусский танец. Это в Италии, в Вероне Оля Куринович, которая приезжает каждый год, мы с ней общаемся, она берет материал и там прославляет белорусскую культуру. Это в Германии Люся Катушонок, она имеет тоже свою школу и вот эта связь все время идет. Вот, Ваня Белозерцев заканчивает консерваторию в Санкт-Петербурге, это мой ученик, вот, который уже ставит балеты в Европе, который приглашен в Израиль балетмейстером. Наталья Павловна, а я вот однажды был во время выступления вашего коллектива за кулисами, за сценой и наблюдал сначала за танцем, а потом увидел несколько людей, в том числе иностранные гости, которые тоже занимаются хореографией, внимательно следят за вами. Я тоже на вас посмотрел. И вы знаете, вы, наверное, каждое движение переживаете своих воспитанников во время их выступления, потому что это даже видно, это настолько вы эмоциональный человек и в вас все это вот живет, живет. Как это, ну, воздействует на вас? Отходите от этого быстро потом? Абсолютно правильно, вот вы заметили, потому что, да, я знаю каждый нюанс в номере, я знаю, как дети должны его чаще всего выполнить, и, естественно, переживаю, чтобы это было все очень четко, конкретно, искрометно и еще плюс эмоционально. И поэтому я в эти минуты себя не контролирую, наверное, вот эти эмоции вырываются из меня, и я практически внутренне танцую с ними. Да, это так. Ну, а как можно быть равнодушным к тому, что ты делаешь? И, естественно, мы после выступления всегда анализируем какие-то ошибки, обязательно разговариваем, потому что это тоже учеба, вот, исполнительское мастерство, чтобы развивалось, вот. Вот, и, наверное, вот в этом есть то хорошее зерно, вот, которое ведет вот наших ребят на высокий уровень исполнения. Вот вы сказали высокий уровень, я согласен, и даже был спор, я был очевидцем этого спора, когда говорят одни люди, что это городинские коронки, это художественная самодельность, а их собеседники и оппоненты говорят, нет, это молодые артисты. Ну, я считаю, что, да, это выше, чем просто самодельность, это уже мастерство, которое вы в юности закладываете в этих молодых людей, и они становятся артистами. Да, это абсолютно так. Вообще-то к нам ребята приходят разные, кто-то способнее, кто-то среднее, среднего уровня данных, вот. Но мы настолько их собираем вот в это единое целое, и режим уроков, требования, каждодневная работа, вот, дают ту отточенность и ту ассамблевость, красоту, которую необходимо выполнить в ансамбле танца. Ансамбль танца все вместе означает, да, вот. Поэтому мы ребят к этому ведем. И, естественно, и настроение, что было, и эмоциональное состояние, но что была, обязательно ассамблевость. Да, это так. Ну вот, есть уже книга, в которой есть повесть про Наталью Парахневича «Снова ты в цветах на шумной сцене». Издал ее Лариса Громыко. И здесь про вас, про вашу семью, про ваших родителей, даже про прадед и про бабушку указаны. И они все тоже, в общем-то, люди, которые уделяли большое внимание творчеству, творческому началу. Да, у меня очень интересная семья. Вообще, вот во мне течет очень много кровей, скажем так, русская, белорусская, польская, эстонская. Даже эстонская. Да, даже эстонская. Это от мамы. Вот. И, конечно, моя семья, я считаю, и папа, и мама, вот, и их предки, это были творческие люди, это были педагоги. Дед мой был инженер. Он создавал в Лунинце железную дорогу, вот, которая сейчас, это самое большое полотно считается, Лунинецкая железная дорога. Вот. В Казани моя тетя, Анюта, она была профессиональный художник. В Хабаровске моей тетей, двойная сестра, это профессора медицины. То есть, вот, очень в Москве сейчас мой дворный брат Вадим, он научный сотрудник института одного, из одного из институтов, я сейчас не буду уже называть полностью. То есть, все состоялись, все состоялись. Все состоялись, да. И, в общем-то, каждый в своем деле достиг мастерства. Ну, вот, вы уже упомянули это слово «красота», «танец несет красоту», ведь именно красота, наверное, самое главное в жизни любого человека, постижение этой красоты, и оно делает и самого человека хорошо. Вы знаете, красота – это такое понятие философское. Вот. Красота может быть разной, она может быть блестящей, мишурой блестеть, но я всегда ценю красоту внутреннюю. Вот, если есть в человеке внутреннее духовное состояние, то оно передается и тебе, облагораживая тебя, и тех людей, с кем ты общаешься, и особенно мы, как педагоги, как хореографы, должны передать вот эту внутреннюю духовную красоту своим ученикам. Вот. А уже внешние признаки красоты – это когда внутри все, тогда они сразу засияют. Просто наложить искусственно красоту невозможно. Наталья Павловна, какие сцены вы покорили вместе со своими воспитанниками? Какая самая, может быть, престижная для вас в вашей жизни? Вы знаете, коронкам уже будет вот 17 лет в 2015 году. Нас ждет подтверждение звания заслуженно. Уже прошло 5 лет с момента, как мы защитились. В мае мы будем делать вот эту защиту на высокую комиссию. То есть это будет суперконцерт? Да, конечно, да. Это программа, это жесткие условия. Нам надо подтвердить свой статус, свое звание. Вот. А вообще, конечно, мы объездили, это просто нереально. Я не говорю о Белоруссии. Беларусь – это наша родина, и мы служим ей. Вот. Это престижные концерты всех регалий и уровней. Вот. Это международный фестиваль «Сошский карагод», «Гомель». Вот. Это международный фестиваль в Борисове, «Борисовский пристанок». Польша – это тоже наш дом родной. Вот. Но хочу сказать, что мы с ней дружим. У нас культурные проекты все время, фестивальные. И связь именно с белорусской диаспорой. Вот. Мы тоже прославляем белорусскую культуру. А если говорить о странах, то это, конечно, Болгария. Несколько раз мы были. Это и Бурса, и Приморска. Далее Турция тоже несколько раз были. Австрия, Бельгия. В общем, вся Европа. Да, вся Европа. Ну и Москву покорили. Да. У нас было ряд поездок. И мы обслуживали дни белорусской культуры в Москве. И давали огромный большой концерт. Режиссером был Сергеевич Владимирович Михайлович. Я была главным балетмейстером. И когда мы работали... Ну вот ансамбль номера, такие вот, как молитва, которую мы посвятили памяти Владимира Мулявина. Как раз тогда это был период, он только вот ушел из жизни. И через год вот я на эту музыку поставила композицию. В зал встал, аплодировал. Наверное, это дорогого стоит. Наталья Павловна, ну вот сегодня не жалеете вы, что не классический балет, о котором когда-то мечтала Наталья Парахневича, а именно фольклор захлестнул вас. И вы живете этим. И, наверное, ведь в этом тоже есть огромная сила, то, что вы помогаете сохранить традиции нашего белорусского народа, традиции, которые живут уже столетиями. И вы через столетия все это переносите будущим поколениям. И слава Богу, что молодежь сегодня этим увлечена. Благодаря вам. Да, да. Я нисколько не жалею, но классика, классический танец, образцовый танец, который держит форму, который я очень люблю и преподаю на самом высоком уровне, потому что такие были педагоги, учителя без этого жанра. Танцовщик не будет владеть так отточенно своим телом. Но, конечно, классическим танцем мы готовим к национальной хореографии, чтобы донести ее, показать. И я очень люблю Беларусь, очень люблю Гродно. И, конечно, стараюсь сделать вот такие именные постановки. Вот. Гродно мы посвящаем, это и кантата, а Гродно, и много-много других вот таких постановок, которые необходимы были в ряде каких-то мероприятий. Вот. И, естественно, мы сегодня подходим к белорусской хореографии, к национальной, с очень высокой позицией патриотизма, удержания тех истоков и не испортить, осовременивая какие-то вещи. Вот. И, естественно, чтобы это было грамотно, профессионально и качественно. Я знаю, что все свободное время вы собираете красивые крылатые фразы, афоризмы. Есть у вас какие-то афоризмы и на тему вашей профессии? Ну, вы знаете, мне очень нравятся, да, вот такие маленькие крылатые фразы, цитаты, выражения, где в одном предложении может звучать целая смысловая жизнь, время, вот, и мудрость, вот. И, конечно, я, пользуясь случаем, могу так, как бы, ну, зачитать. Я наизусть совсем, может быть, не все помню, но вот приготовилась тут немножко зачитать. А я открою маленькую тайну нашим, уважаемым телезрителям. Я просил Наталью Павловну подготовить, мне говорили, что она стихами увлекается. Кажется, она увлекается афоризмами. Да, 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 да. И она, вот, я думал, что ж на этой бумажке? Да. И вот, например, такие выражения, как «счастье — это отсутствие несчастья». Честь — это внешняя совесть, а совесть — это внутренняя честь. Представляете, как для человека это вот важно. Делай, что любишь, и люби то, что делаешь. Это вот для меня все фразы. Неудача — это такая удача, смысл которой понятен не сразу. Китайская мудрость. Ой, там, неудача меня посетила, переживаем. А потом так все расставляется, что это даже удача твоя. Понимаете? Вот. Если вы перестали делать какие-то вещи просто для удовольствия, считайте, что вы больше не живете. Это Хемингуэй сказал. Вот. И, конечно, о танце. Я тоже собираю о танце. Вот. И Великая Мата Хари сказала, «Танец — это поэма, где каждое движение слова. Емко и очень красиво». И, например, меня очень устраивает девиз Тодесал и Духовый. Этот коллектив известный вообще у нас современного направления. Вот. И как бы этот девиз мы и себе подводим. «Пусть ваша жизнь искрится и танцует». И я, конечно, желаю, чтобы и ваша жизнь, Александр Ильич, тоже искрилась и танцевала. Потому что, наверное, вот в этом водовороте жизненном есть вот именно та неуёмность и жизнедеятельность для человека, чтобы он не останавливался. Спасибо. Спасибо вам, дорогой мой коллега. Я счастлив все время был общаться с вами. И хочу пожелать вам, ну, во-первых, неуёмного энтузиазма и творчества, вдохновения. И, конечно, здоровья. И радовать нас тем искусством, которым вы владеете и передаёте молодёжи. И сохраняете богатейшие белорусские традиции. Спасибо огромное. Вот такая моя гостья сегодня Наталья Парахневич. Наталья Павловна Парахневич – выдающийся хореограф нашей страны. Это абсолютно точно. Которую недавно президент Белоруссии наградил почётным званием заслуженных деятелей культуры Республики Беларусь. Спасибо вам большое, Наталья Павловна. Всего самого доброго. Спасибо огромное. Ну, а наша передача сегодня завершена. Я благодарю, что уделили внимание искусству, творчеству. Послушали талантливого человека. Спасибо вам большое. До свидания. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok